друзья всем привет приехали с семьей в экопарк фельдмана чтобы погулять и посмотреть на этих всех интересных животных а тут оказалось такая фишка появилась интересная как вы знаете в этом месте есть достаточно такой вот интересный автомобильный парк вот которым много таких необычных автомобилей так вот фишка в чем что каждое воскресенье гости которые приезжают сюда в это место могут покататься на некоторых автомобилях для этого всего лишь нужно поучаствовать в благотворительной лотереи вот и то есть вытаскиваете задание читаете что нужно сделать выполняете задание и можете покататься на одном из автомобилей значит у меня конечно сын денис захотел покататься на самым таком огромном автомобиле которые здесь есть это вот мы вытащили лотерейный билетник там нужно было задание всего лишь пожертвовать что-то на развитие этого очень интересного места естественно без проблем мы это сделали и сейчас мы ожидаем свою очередь чтобы покататься на этом крутом форде вот соответственно сын будет очень доволен принципе мне тоже достаточно интересно прокатиться на таком автомобиле в общем дальше видео покажу вам этот парк покажу как мы будем кататься поехали а Кстати, кроме тех трех автомобилей, которые принимают участие в акции и на которых можно покататься, есть и другие интересные автомобили на этой выставке, среди которых есть довольно редкие и интересные экземпляры. Но я думаю, что все эти автомобили вы уже видели, то есть те, кто посещал это место. Ну а если еще кто-то каким-то образом не был в этом месте, то тогда welcome, приезжайте и посмотрите на это все своими глазами. Тем более, что вход в этот парк абсолютно бесплатный. Ну а мы, друзья, как я и говорил уже раньше в этом видео, едем кататься на этом черном красавчике, огромном пикапе Ford Super Beauty. Технические характеристики этого автомобиля в этом видео я вам рассказывать не буду, поэтому кому интересно, загуглите и посмотрите информацию в интернете. Но хочу обратить ваше внимание на один из моментов. Значит, всего в автомобиле есть пять мест. Одно из них водительское и четыре для пассажиров. Но на одном пассажирском месте сзади, наверное, установлен усилитель для громкоговорителей, которые установлены в кузове этого пикапа. Поэтому всего на одной поездке помещается всего три пассажира. Но мы с сыном были вдвоем и катались на этой прогулке тоже только вдвоем. Несмотря на то, что за нами в очереди были и другие желающие покататься на этом автомобиле. Но я так понимаю, что другие желающие тоже были своими компаниями и кому-то одному подсаживаться к нам, наверное, просто было неинтересно. Дальше, рассказываю вам детали по маршруту этой поездки. Значит, отправляется автомобиль от парадного входа в Фельдман Экопарк и едет в сторону Харькова до храма Святой Благоверной Царицы Тамары. По расстоянию это примерно около трех километров в одну сторону. То есть общий маршрут составляет примерно около шести километров. Насчет впечатлений. Ну, впечатления у меня положительные, потому что мы с сыном покатались на таком необычном автомобиле. Собственно говоря, это и все впечатления, которые лично для меня нужно получить от этой поездки. Кстати, насчет комфорта. Несмотря на то, что в салоне этого автомобиля все сделано красиво и аккуратно, все-таки тип этого автомобиля пикап. И даже когда мы ехали по трассе, у меня складывалось чувство, что я еду в каком-то грузовике. В общем, свои впечатления я рассказал, а вы пишите в комментариях, на каких автомобилях вы тут катались, и что вам понравилось, и какие ваши впечатления от этих покатушек в Экопарке Фельдмана. Друзья, ну что, покатались мы на этом Форде. И, наверное, пару слов скажу вам по своим впечатлениям и по некоторым нюансам. Ну, значит, первое, что прикольная штука. Да, конечно, интереснее было бы это покататься на такой машине по бездорожью, но и по трассе тоже ничего. Потому что, в принципе, как бы возможности, где еще в Харькове покататься на таком Форде. Дальше, что еще хотел интересно рассказать, это то, что акция эта проводится впервые за 7 лет. И 16 августа, это первый день, когда были такие вот покатушки. Обещают, что будет каждое воскресенье такая акция. Так что, наверное, после этого видео желающих будет намного больше. В очереди я простоял с сыном примерно, наверное, чуть больше, чем полчаса, чтобы покататься на этом черном Форде. Вот, в принципе, и на тех двух автомобилях кабриолетах тоже примерно такая же ситуация с очередью. Тоже примерно полчаса нужно, чтобы покататься. Один нюанс, ребят, какие-то интересные правила, тут я сильно в них не вникал. Значит, у кого-то было в билетиках этих, значит, назначено время, когда кататься. У кого-то билетики были просто без времени, то есть в порядке очереди. У нас был обычный билет, без времени мы были в порядке очереди, вот, то есть, ну, какая-то неразбериха есть. В чем суть? Чтобы покататься на этих автомобилях, просто нужно принять участие в благотворительности. Нужно вытащить билетик какой-то, ну, из этого лото. И, значит, там есть задания, что нужно сделать, что, какие задания там бывают, сложно сказать. В нашем билетике было нужно сделать взнос, благотворительный взнос, вот. Ну, мы символически внесли небольшую сумму и вдвоем с сыном покатались. Вот, значит, что еще интересного такого, как бы, по времени. Этот маршрут занимает примерно около 7-8-10 минут, то есть, поездка эта. Значит, в форт черный внедорожник помещается 3 человека, в те 2 кабриолета помещается 1 человек. Ну, не считая водителя, имеется в виду. То есть, просто, чтобы вы понимали, что если это станет очень популярным, то желающих будет много и очереди будут большие. В общем, друзья, сам не ожидал такой акции. Для меня это чисто случайная новость. И мы сюда приехали просто погулять с семьей, посмотреть на животных в этом интересном месте. Вот, ну, а подвернулась такая интересная акция. Сначала я, как бы, отнесся отрицательно, потому что, собственно говоря, как бы, я спросил, а там говорят, нужно что-то сделать, какая-то благотворительность, что-то взносы и тому подобное. Как бы, вот, посмотрел, людей много. Но потом, когда более разобрался, смотрю, в принципе, ну, а почему бы и нет, там, ну, полтинник, там, 20, сколько гривен, вы можете, там, внесите, и вот, есть возможность покататься. Возможно, конечно, в будущем оно изменится, и там, может быть, какие-то будут другие условия. Но вот первый раз, когда мы приехали, 16 августа, условия были достаточно нормальные, как бы, никаких сложностей. Вот, поэтому реально, как бы, покатались, и мне все это понравилось. Самое главное, что понравилось сыну, потому что он вообще у меня, как бы, любитель такой, своей техники необычной. Особенно таких вот бигфутов, огромных автомобилей, то есть для него это очень интересная тема. Да, эти кабриолеты Ford и Mercedes тоже ему интересны, но к бигфутам таким он относится с большим интересом, поэтому, естественно, он в полном восторге, что прокатился на таком автомобиле. И, ну, самое главное, что и мне, конечно, это все позитив, потому что всегда хочется сделать приятное для своих родных и близких. В общем, пошли мы дальше гулять по парку Фельдмана, ребят. Всем рекомендую это место. Конечно, здесь очень много животных, очень много всяких мест, где можно сделать классные фото. Это, конечно же, приезжайте сюда, чтобы прогуляться на выходных, либо на будних. На выходных, я так понимаю, людей, конечно, всегда побольше, вот, а в будни, я думаю, поменьше. Но, опять-таки, как бы, в принципе, кто как может, в такое время и приезжайте. Всем рекомендую. Конечно же, пишите в комментариях, что вам нравится в эко-парке Фельдмана, что не нравится. Я обязательно все это почитаю. И, кстати, напишите ваше мнение по поводу этой акции. Вот, что вы думаете, интересная, неинтересная акция, ну, в любом случае, вы пишите в комментариях ваше мнение. Ну, и не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. До новых встреч, ребят. Пока-пока. Пока-пока.